украина там сейчас готовится топить в крови донбасс и так далее десна гарантии россии что нам делать как если военное решение этого конфликта и вообще этих же ниже вы смотрите и очень же толкну пошла же канада уже декларировала американцы и она уже поступает вооружение уже контингент есть уже напередки вот эти сменные команды человека я же бываю в донецке со средной команды человека работают отрабатывают тоже сборные вот особенно снайперские особенно наводчики вот эти контр батарея и так далее объясните что нам делать почему начнут в тот период временной совпадет с какими-то санкциями с выборами президента путина значит наша задача задача нашего государства нашей армии ждать ждать развития украинцы гоноши мая американцы европой скорее всего начнут боевые действия с навалом на пяти управлениях в донбассе январе начале февраля подгадываю это под выборы раз второе что немаловажно подгадываю под промерзшую почву которая должна выдержать в полях тяжелую технику все что вообще у них есть может двигаться включая то что даже припёрли на передовую на жесткой сцепке они все стянули клинику сейчас огнены все базы склады и так далее все что только может представлять себя боевую единицу все станут линии фронта наши ждут более того предполагаю такой момент как то есть наши приглашают почему потому что на этом мое впечатление сложилось сложилось таким образом что врага зубы вырвать иногда нельзя покуда вам пасть ему зубы не вы не двинет вперед при этом безусловно погибнет большое количество людей которые находятся близко но по-другому решить этот вопрос тогда когда там перегорает и подходит точки в часу x по-другому решить вопрос этот невозможно граждане украины на мой взгляд я могу ушибаться граждане украины с одной стороны перегорели с другой стороны и все оголтелы а столяку беляку прыгали тряслись там же есть огромное количество здравомыслей они естественно затаились но тот объем пропаганды которые льется как с нашей стороны так и особенно с той стороны с украинцами он травит все безусловно даже у людей здравомыслящих иногда возникают сомнения для кого же действительно русские такие сволочи ну понятно огромное количество корней сразу и родственных связей сразу отбрасывать нет это не может быть более до 4 миллионов человек украинцев работает у нас и каждый из них везет в месяц они везут около трех миллиардов долларов туда виде наличных денег но ведь помимо наличных денег они везут же с тобой еще ментальные ощущения как они живут здесь что здесь нет волков на них глядящих когда они говорят пример я с харьковской области я с умщины я сталкивался в калужской области летом руками работающими нелегально на лесоповаре они сами с умской области конечно же смотрят поначалу волчатами как и будут русские понимать также волчаливо или нет когда их встретили достаточно благодушно и они обмякли оттаяли и более-менее нормально общались я к чему отрава идет на всех на ужальных на идиотов и на нормальных людей естественно мальный затаить предполагать о том что запорожье николаевич на херсонщина одесса сами отойдут сами организуют некое свое государство название допустим на россии или малой россии не приходится отравленных очень много помочь им можно точно так же как мы помогли кромчанам сделать выбор когда говорят про то что референдум на штыках извиняюсь не референдум на штыках а штыки украинские которым дали и сейчас эти документы рассекретили на процессе приказ открывать огонь на поражение то есть всем флоту сухопутным частям ввс и вдв был отдан приказ открывать огонь на поражение в случае неподвиновения гражданского населения в крыму поэтому наши вежливые люди нейтрализовав эти воинские части позволю людям спокойно выйти и в количестве 96 70 человек процента всего населения проголосовать и получить тот результат который получили рассчитывать на то что в украине это произойдет не получится само не выйдет после того как они пойдут в наступление да к сожалению приходится констатировать факт того что большое количество людей в донбассе покинет но сребреницы резни наши я считаю не допустим а не допустить их можно только одним простым способом отразить это нападение нападать будет опять или ваш вы говорите пяти операционных направлениях донбасса можно вкратце охарактеризовать каждой степень угрозы с каждого из них серверно-луганска границей дебальцевское направление на юго-восток донецк район маленький песк песков на юго-восток коминтерного терманова и мариуполь естественно все выходят бронированным кулаками границы движутся вдоль границы заслоны самая главная задача у них перекрыть три контрольно-пропускных пункта имеют асфальтовые дороги там бронетехника наша оперативно срегировать мариупольская дорога это контрольный это извали понятно что есть масса полевых дорог которые в замерзшем состоянии позволит перебрасывать технику личный состав но пока планирование по всей видимости такое и военнослужащий арбит днр говоря об этом прекрасно сознают вероятность именно такого развития событий другое дело что к сожалению не все гладко там по из опасно почему так происходит это уже вопрос я не зря потребил слова заману но что другое объяснение я пока не нахожу почему людям на передовой ограничивает более того изымают или но если будет воевать не только порошенко вся европа очень трудно верится в то что какой-нибудь европейский наемник солдат можно как угодно называть добудете вперед пулеметы ну как бы не вяжется до учитывая что проблемы там с мотивацией как будет выглядеть вот это именно соотношение вышелом от наступающих сил на донбасс ну дело в том что всем известно что это не и диверсионных операций они будут защищать защищать граждан и инфраструктуру кушать мясом будет поэтому то что сумеют они пробить куда-то скорее всего сумеет потому что техники навезли много если навалиться буртом как говорят конечно же любую ворону может так как это делаю немцы в отечественном начале войны первую половину также как это делают наши пользуясь и числом и умением во второй половине войны хотите точно также будет и здесь проломить они смогу расширять фланги и опять же пехоты и спецназа а зачистку гражданского населения и отдельная диверсионная вылазка это чвк поэтому эшелонирование всего этого поэтому воздействия лиц из европы и америки будет скорее последним они будут стараться маскироваться под кого угодно и негр натянет что-нибудь с желто-блокитным этим лейблом там ли даже с флагом и будет спокойно выдавать себя захотланы не говоря ни слова по украински поэтому здесь все что угодно будет особенно элементы маскировки безусловно если они кожей не отличаются но 100 сценарий который вы описываете предполагает создание очаговой обороны это явно что да там что мой это пример агломерации донбасса где городская застройка очень трудно скажите какие на ваш взгляд наиболее какие на вас для действия защитников донбасса лднр могут стать наиболее эффективными чтобы противостоять этим ударам запада прежде всего обороны опорных прежде подчеркиваю не пропустить такую араву невозможно они пойдут по шоссе и прилегающим дорогам не пропустить их невозможно хоть какую силу там поставь эту силу всегда можно увидеть армия днр и лнр не настолько многочисленных наваков объявила 35 тысяч человек два армейского корпуса по численности которые существуют и сформированы в обеих армиях около четырехсот семидесяти единиц бронированной техники автомобилей от системы до 500 единиц как бы они посчитали то что пришло туда и путем захвата услуги если бы это безвозмездной помощи не было население донбасса было бы просто вырезать до трудной совершенно нормальной близкой к войне на мирной жизнь поскольку люди отдают себе отчет в том что жизнь продолжается часть людей уехавшись возвращается небольшая тем не менее те кто остались держится за жизни за свою территорию зубами руками кулаками чем угодно как обороняться только тактикой опорных пунктов удерживая эти опорные пункты до подхода сил 8 общевойсковой армии армии россии и 20 гвардейской общевойсковой и 1 гвардейской танковой армии по-другому никак и если этого не сделать то есть армиям обеих республик если не удерживать любой ценой опорных пунктов то тогда там защищать будет некого даже если наша армия туда спасибо за беседу пожалуйста и